Здравствуйте! Это программа День города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Вечные проблемы старых домов. В Рязани начинают протекать крыши. До гидрантов не добраться. Какие сложности могут возникнуть при тушении пожаров. Первая областная олимпиада по истории искусств. Как рязанцы справились с заданиями. Плюсовая температура радует не всех горожан. Весна показывает все ошибки управляющих компаний. Протекающая крыша, отклеивающиеся обои. Это явление, к сожалению, продолжает встречаться в домах города. И далеко не все решили с этим мириться. Отходит обоина. Вот оно все мокрое. Оно все капает. Проблемы с крышей начались у семьи Лукьяновых именно весной. Как только температура за окном поменялась с минуса на плюс, вся растаявшая вода потекла внутрь. По словам Татьяны, дозвониться до диспетчера невозможно. А проблема так и осталась нерешенной. В первый раз семья ставила на подоконник таз, чтобы в него стекала вода. В противном случае капли могли попасть на проводку и вызвать короткое замыкание. К тому же сантехник, который пришел устранять поломку на крыше, по словам Татьяны, посоветовал установить под шифер железку, чтобы вода не попадала в квартиру. Ситуация повторилась 23 марта. Вода течет с самого утра. Добиться нигде ничего не могу. Все говорят ждите. Посылают в другое место, перезваниваешь, там такая же ситуация. То есть всем безразлично. У кого что происходит, за что вообще платится вот это вот ЖКХ? За что им оплачиваются? За то, что они никак не реагируют и ничего не делают? У семьи Лукьяновых двое детей. Из-за высокой влажности заболели оба. Из-за протекающей крыши страдает не только Татьяна. Умывальник, сушилка и другие помещения. Краска на стенах уже облупилась. Проводка постоянно промокает. По словам жителей дома, новая лампочка перегорает уже на следующий день. А в душевую и заходить страшно. С потолка ничего не отваливается? Ну, как видите, вот куска там нету. Кусок уже улетел. Правда, хорошо ни на кого не попал. Что дальше ждать неизвестно. Может, ты здесь будешь мыться, и он просто возьмет и отвалится. В душевой комнате настолько высокая влажность, что дышать становится тяжело. С водой же постоянные перебои. Как говорят жильцы, проблема в самом доме. Ремонта здесь не было 15 лет. Дом номер 6А, по улице Чернышевского, двухэтажный. И страдают абсолютно все. Полы на первом этаже уже прогнили. Все, у нас все туда улетает. Вот они все доски, вот они все влажные. Управляющая компания берет за обслуживание большие деньги. Вот только здесь ничего не делается. Вот, допустим, я плачу. Вот у меня трое прописано. Я плачу около пяти тысяч за вот эту комнату. И вот за эти вот полы, получается. За воду, за весь этот хлам. Управляющая компания «Теплостроинвест» приняла дом на баланс в сентябре прошлого года. И за все это время ситуация никак не изменилась. Мы стали ходить по их заявкам. Начали проводить в их квартиру, что им нужно там. Поменять там. Разумеется, что наших сил и то, что мы должны делать, мы менять начали. Понимаете, мы их не зовем. Что-то там. Трубы, которые у них там, по-другому наши. Текущая группа приняла с собой частичная замена аварийной трубы. А где там заменена труба? Поконкретнее. А зачем я буду их менять, если там более-менее трубы ненормальные? То есть трубы менялись? Ага. Это уже комплимент. Так вы только что сказали, что трубы менялись? Я говорю о аварийной ситуации. Директор управляющей компании так и не смог точно ответить, поменялось ли что в доме или нет. Правда, если отправлять на ремонт крыши сантехника, то и неизвестно, какого результата можно добиться. Однако директор заявил, что за ремонт крыши обязательно возьмется. Я не говорю, что я от этого дома не буду приводить его в порядок. Я не сказал этому никому. Но идет все в порядке, тем более зимой. Значительно мы делаем пока. Те, кто стоял еще в очереди до них. А сколько таких домов? У меня их 43. А вот в очереди до Чернышев? Ну я рассчитываю, что я в мае уже не приступлю. Может даже к концу апреля. Как жить людям в доме до апреля, неизвестно. Здесь опасно находиться как на первом, так и на втором этаже. Складывается полное впечатление, что управляющая компания про дом просто забыла. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. В пятницу рязанцы смогли пройти бесплатное обследование на передвижном флюорографе. Медицинская площадка работала в ТРЦ М5МОЛ. Серафим Карпов проходит флюорографию ежегодно. Узнав о передвижном медицинском кабинете, сразу же решает проверить свое здоровье. Запись здесь не нужна и обследование бесплатно. Узнал через интернет, что здесь 5 М5МОЛ будет с сегодняшнего дня флюорография. И ПНКБ за продуктами заодно и надо сделать ревьер. На мобильной площадке работают медики из разных клиник, в том числе специалисты Центра здоровья областной клинической больницы. Врачи напоминают, любое заболевание легче предупредить, чем лечить. В преддверии дня борьбы с туберкулезом это особенно актуально. Сразу выдаем результаты на руки, если у человека все в порядке. Если у человека какие-то проблемы есть со стороны легких, то я смотрю сразу, направляю его к фтизиатру, который находится здесь же в магазине, сидит в ожидании кого-то из посетителей, который хочет обратиться к нему. Известно, что развитию туберкулеза способствуют некачественное питание, курение, алкоголь, стресс и депрессия. Некоторые хронические заболевания, такие как сахарный диабет, заболевания крови. Медики разъясняют всем пришедшим о профилактике туберкулеза, а также дают рекомендации на основании оценки состояния здоровья пациентов. Несмотря на то, что с каждым годом заболеваемость туберкулеза снижается, так же как и снижается смертность от туберкулеза, полностью мы его все еще не победили, поэтому люди должны знать, как важно проходить флюорографию. Они должны знать, что если у них появились симптомы легочного заболевания, то не нужно ждать, когда они пройдут сами, не нужно лечиться самостоятельно, нужно обязательно обращаться к врачу. При посещении передвижного флюорографического кабинета желательно захватить с собой паспорт и полис. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 12 марта в городе Рязани произошел пожар на улице Весенний. Сгорело несколько малоэтажных сараев. Тушение пожара осложнилось тем, что доступ к гидрантам был затруднен. Какие еще трудности встают на пути спасателей, смотрите в нашем следующем репортаже. Сарай горели буквально в считанных метрах от жилых домов. Пожарным удалось не допустить, чтобы огонь распространился на эти постройки. Вот только справиться с этим оказалось не так и просто. Пожарный гидрант располагался в нескольких сотнях метров от нужного дома. Однако он был под большим слоем снега и льда. На чистку с помощью специальной техники потребовалось несколько минут. К сожалению, в зимний период пожарным подразделениям приходится достаточно часто сталкиваться с такой проблемой. Напоминаю, что в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года номер 390 о противопожарном режиме. Руководители организации обеспечивают исправное состояние пожарных гидратов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время. Доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидратам в любое время года. Пожарные проводят регулярные проверки состояния источников наружного противопожарного водоснабжения. Последний раз она состоялась осенью 2017 года. По итогам проверки в Рязани находится 2267 пожарных гидрантов, 10 из которых неисправны. По словам представителей МЧС города, эта информация доведена до органов местного самоуправления. В настоящее время увеличивается количество пожаров в нежилых хозяйственных помещениях. Чаще всего причиной становится неосторожное обращение с огнем. В преддверии наступающего пожароопасного периода хотелось бы обратить внимание как ответственных должностных лиц, так и граждан на необходимость соблюдения правил по содержанию таких построек, в частности ограничения доступа посторонних лиц, уборки территорий и надлежащего их содержания. Сотрудники МЧС порекомендовали рязанцам обратить внимание на входы и выходы в таких сараях. В противном случае ситуация может иметь печальные последствия. В такие хозяйственные постройки могут забираться люди без определенного места жительства. А попытка рожать костер здесь обычно оборачивается пожаром. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. В Рязани на базе пожарной части номер 17 прошли соревнования пожарных по проведению аварийно-спасательных работ. В состязании приняли участие представители 10 пожарных частей. Для команд из 4-х человек была поставлена задача освободить из поврежденного автомобиля пострадавших и оказать им первую помощь. Обязательным было применение спецсредств. Жюри оценивали как и время проведения спасательной операции, так и правильность действий самих пожарных. Огнеборцы показали силу, ловкость и умение слаженно работать в команде. Первое место заняли представители пожарной части номер 17. На втором номер 6, а на третьем номер 2. 23 марта в детской художественной школе номер 1 в городе Рязани состоялась первая областная олимпиада по истории искусств. Это важное событие для нашего города. Олимпиада поможет участникам оценить свои силы и умения, а также выявить и поддержать одаренных и перспективных юношей и девушек в области истории искусств. Участники первой областной олимпиады по истории искусств волнуются. Долгие часы подготовки позади. После упорной работы, наконец, будут известны результаты. И то, кто получит наивысший балл и окажется в числе лучших. Конечно, дома вечером перенервничала, решила все прочитать. И журналы, которые были по искусству, все стала пролистывать, пересчитывать. И в интернете смотрела планы, фасады, все, что по архитектуре. То есть, прям, подготовка полным ходом. В олимпиаде принимают участие студенты художественного училища имени Вагнера, Рязанского музыкального колледжа Пироговых, а также учащиеся детских школ искусств. Все эти девушки и юноши – будущие художники, дизайнеры, архитекторы. У каждого из них своя мечта и цель в жизни. Лично я, как преподаватель истории искусств, я очень рада, что эта олимпиада состоялась. Я вообще историю искусств, работая в Рязанском художественном училище, считаю одним из основных предметов, потому что этот предмет – развивающая личность, развивающий вкус. Я очень надеюсь, что эта олимпиада, она подогреет какой-то интерес к истории изобразительного искусства, к очень важным предметам. Каждому учащемуся свои результаты, свои достижения у каждого учащегося. Во-первых, это преодоление себя, это расширение кругозора, потому что вопросы олимпиады, они выходят за рамки школьной программы. Дарья Буданова, ученица пятого класса детской художественной школы номер один, оказалась в числе лауреатов. Помимо нее победителями стали еще 11 человек. Все они награждены дипломами и ценными подарками. Очень хочу поступить на архитектуру, стать архитектором, потому что это очень для меня интересно. Проведение первой областной олимпиады по истории искусств поддержало правительство Рязанской области и Министерство культуры и туризма Рязанской области. Участники и преподаватели надеются, что такая олимпиада теперь станет ежегодной. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани начала свою работу известная по всему миру выставка «Движущиеся гиганты ледникового периода». Доисторических животных уже видели в Южной Америке, Голландии, Италии, Кипре, Греции и Сингапуре. Теперь встретиться с динозаврами можно и в нашем городе. В галереях торгово-развлекательного центра «М5 Мол». Исполинские гиганты и сферепые хищники кажутся неподвижными только в первые секунды. Как только к ним подходит человек, они начинают двигаться, рычать, обнажать свои клыки и напоминают о своем былом величии. О том, что в ледниковый период хозяевами на земле были они. В современных галереях торгово-развлекательного центра «М5 Мол» живые динозавры представлены почти в полный рост. Мне понравился мамонт. Он очень большой. Я сначала думала, что это взрослый, а это оказывается детеныш. Допустим, моему ребенку я знаю точно, что это интересно, потому что он может это потрогать, полазить, пофотографироваться, останется на память. Мне понравился саблезубый тигр, смелодон и мегатерий. Я думаю, некоторые из всех этих пригодятся в школьной программе. На выставке представлено 10 экспонатов. Среди них лептодонт, саблезубый тигр, хищная птица диатрима и огромный мамонт. Каждому из гигантов предлагается брошюра с информацией. Интересные факты об истории Земли на выставке посетителям рассказывают палеонтологи экспозиции. Понравилась птица. Мне все понравились эти фигуры, потому что они такие забавные и двигающиеся. Мы по-настоящему окунулись в мир ледникового периода. Увидели воочию настоящих древних чудовищ. Очень интересно. Дети в восторге. Все было очень реалистично, даже немножко страшно. Выставка «Движущиеся гиганты ледникового периода» в торгово-развлекательном центре М5МОЛ будет работать до 15 апреля с 10 утра до 8 часов вечера. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад».